Ну вот, в скалатах копает. Очевидец на месте событий в момент, когда последствия уже начали устранять. Но на земле еще остались следы вещества. Это серо-зеленая кашеобразная масса пульпа, измельченная руда, подготовленная к переработке. Она содержит тяжелые металлы, медь, олова и свинец. По сути, первый, второй класс подходит опасности и потоксичность. И последствия действительно могут быть непоправимы. Пульпа из трубопровода идет с Толнахской обогатительной фабрики в район Медного и Надеждинского заводов. Утечку обнаружили в 150 метрах от моста через реку Норильскую. По словам очевидцев, вещество попало в воду. Вот туда, в тот ручей, в речку, которая впадает в Норилку. Свидетели обратились в полицию. О случившемся стало известно и специалистам Минэкологии края, которые в эти дни работают в Норильске. Мы вместе с прокуратурой сегодня выезжали на место. Вы знаете, по требованию прокуратуры у нас в экологической лаборатории здесь работают. Отобрали пробы воды, берем пробы почвы, ну и на следующей неделе будет понятно. По результатам анализов выяснится, попали тяжелые металлы в почву и водные объекты или нет. Компания Норникель проводит внутреннюю проверку. Предполагается, что пульпа вышла потому, что кто-то открыл вентили. Порывов или неисправностей на трубопроводе не обнаружено. Территория уже очищена от загрязнений. Материал весь собран и вывезен на временную площадку хранения в район медного завода, где будет находиться до окончания выяснения причин образования данного вещества. По предварительным оценкам представителей компании, вред окружающей среде не нанесен. А вот экологи пока не могут говорить столь уверенно. Если лабораторно подтвердится, что в почве и воде превышено содержание тяжелых металлов, материалы по факту произошедшего направят в прокуратуру. Виктория Комиссарова, Юрий Толстов, Енисей, Новости, Норильск.